МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортсмены из Сарова вошли в элиту любительского баскетбола России. После уверенного выступления на чемпионате Приволжского федерального округа парни из клуба Атом остановились в одном шаге от путевки в суперфинал, попасть в который им помогла госпожа удача. Но не зря говорят, что везет тому, кто везет. Среди 16 сильнейших команд со всей страны Саравчине чуть было не произвели настоящую сенсацию. О том, как складывались игры, самых драматичных и радостных моментах, попаданием в топ-7 лучших команд страны и многом другом мы поговорили с директором БК Атом Алексеем Ковтуном и главным тренером команды Дмитрием Покровским. Алексей и Дмитрий, мы про баскетбол говорили совсем недавно, и мне, если честно, казалось, что вроде бы сезон закончен. Больше ничего ждать не стоит, но недавний звонок показал, что победы впереди. Расскажите, пожалуйста, что происходило после финала 4-х? Как складывалась судьба баскетбольного клуба Атом? Каких успехов он добился и благодаря чему? Ну, давайте, наверное, я начну. То есть мы в финале 4-х чемпионата Нижегорской области заняли первое место, что дало нам возможность участвовать в финале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Привозского федерального округа чемпионата России. Параллельно шли еще другие округа, там Юг, Центр, Дальний Восток. То есть вот эта лига межрегиональная баскетбольная. Ну, где отбирались сильнейшие команды из каждого угла. Она в себя включает порядка двух тысяч команд. Прямо на сайте все там четко у них отслеживается. Мужских и женских. То есть это охватывает всю Россию. В результате мы в полуфинале нам немножко не хватило. Проиграли мы Саратову. Ребята, конечно, расстроились. Хотели играть в финале. В другом полуфинале играла Пенза. С Перми. Да. Это уже Центр, область нет совсем другого. Конечно, это Саров, Пермь, Пенза и так далее. Ну, расстроились, да. Ну, собрались, что решили. Давайте надо с призами уезжать. Ну, в результате, значит, мы заняли по третье место. Автоматически путевки выдавались первому и второму месту в Суперфинал. То есть это 16 сильнейших команд России мужских. И 12 сильнейших команд женских участвуют в Суперфинале. Вот. Поэтому мы, конечно, расстроились, что автоматически мы не попали. Ну, письма мы написали, что возможность есть, как бы и желание. В середине августа позвонил генеральным директором, он был Антон Зимин. Вот мне. Это Алексей говорит. Вот так и так. Есть возможность поучаствовать. Вроде одна команда сейчас по финансовым возможностям, скорее всего, не поедет. Я вам звоню как первым, потому что вы там на хорошем счету. И в том году вы участвовали в Суперфинале. Здесь, в Приворске, в федеральном округе очень сильная команда. И третье место. Вот что вы там заняли, первое, второе, третье. Это, ну, как бы стечение обстоятельств. Сложно сказать, кто из вас сильнее на самом деле. Поэтому мы приглашаем вас. Если у вас получается по составу, я, говорит, понимаю, что время осталось там, ну, две недели. В большом счету. Не так это просто. То мы будем рады вас видеть в 16. Вот. Ну, мы быстренько созвонились. Переговорили друг с другом. Уж планы уже у всех, возможно, там поменялись. И где-то, в конце концов, люди подошли. Ну, которые сказали, мы тоже думали, что сезон закончен. Оказалось, что нет. И срочно, как бы, оперативно организовались. Ну, насколько могли, провели сборы. Там выходные у нас были, прямо перед самым отъездом. Немножко тут повросали, вспомнили, там, что как. Немножко побегали. Ну, тут что-то на самом деле все прекрасно понимали, что ту кондицию мы не наберем. Поэтому только за счет именно самоотдачи, за счет понимания друг друга. Ну, то есть, только за счет этих качеств мы сможем конкурировать там. С теми, кто знал, что поедет и готовится к этому. Да, в Москве. В результате мы туда приехали. Нас поделили на четыре группы. К нам в группу попал Саратов. Опять Саратов. Опять Саратов. Да, опять же. Вот, мы такие, ну что же. Долги, попробуем вернуть. Вот. Саратов, Новосибирск и, по-моему, Волга, да. Нет, с Волгой мы играли уже в плей-офф. Да. Ярославская команда Ярклимат и Новосибирский Новатак. Вот четверка. Вот. Выходили по регламенту все команды дальше. То есть, в один день играли все в круг в усеченном времени. Все 16? Да, да, да. То есть, ты три игры играешь в день, но два по десять. Обычно четыре по десять играешь. Но есть полуигры. Ну, сами понимаете, это полторы игры. Во времени это тоже вот так вот. Ну, это первый день, да. Как бы коллекционный раунд, который отвечает за распределение мест в группе. Да. Вот. С Саратовом мы начали играть. Первая наша игра. Ровно всю игру шли. Ну, в концовочке немножко не хватило. Ну, сыгрывались, наверное, вот это все основное. Да, первую игру мы проиграли. Ну, на самом деле, безусловно, Саратов для нас неудобный соперник. Что там говорить. Ну, пока да. Пока практика показывает так. Соответственно, ребята настроились. Надо было занимать максимально высокое место, чтобы не попасть на первые места. Там Москва-Питер – это претенденты на чемпионство. И в том году Питер был первым, Москва вторым. И еще одна команда третья, по-моему, московская, извиняюсь, Лапам. Да. Поэтому максимальная задача стояла занять первое место. Ну, там, выше в группе. Яркий климат мы обыграли. Уже стали нащупывать какие-то взаимодействия. Вот, следующая игра у нас была с Новотеком. Очень сильная команда, как нам все это уже говорили. Там и студенты, и ребята, поигравшие. Вот. Причем Новотек выиграл перед этим у Саратова одну очку. И получалась ситуация, что если мы выиграем Новотек, у нас закрутка. Получается, по очкам. У кого больше разницы, тот и первым. Можем выделять первым, вторым, третьим. Надо отдать должное ребятам, как все собрались, как провели эту игру. Просто это была такая фееричная, на самом деле, игра в атаке, в защите. Тренер все четко делал, выпускал именно тех, кого нужно было в данный момент выпустить. И мы именно выполнили этот задел. Выиграли там 16 очков за половину. Это очень большая разница. Одна из лучших игр на турнире была. Это, безусловно, и в защите особенно. Сыграли здорово очень. Заняли первое место, все довольны. Поэтому попали мы на четвертое место. Это у нас Волгода, получается. На следующий день с ними играли. Ну, надо отдать должное. Конечно, вот эта команда оказалась послабее. Было там парочку таких команд. Выиграли мы в одной, восьмой. 40 очков с чем-то. Даже больше. Ну, да. Но мы понимали, что соперник пониже нас уровнем. Задача была именно не расслабиться на хорошей волне, но настроение. Потому что дальше полуев команда более сильный. Взаимодействие опять поработать. А не было у ребят страха от игры на, казалось бы, таком высоком уровне? Москва, Питер. Мне кажется, из городов, ну, скажем прямо провинциальных, Саров был чуть ли не единственный. На самом деле, большинство ребят опытные в команде. И наоборот, горели глаза. Это было видно перед каждой игрой. Вот. И, ну, волнение, может быть, оно и присутствовало в первые минуты. Когда выходишь на площадку, это обычно забывается. Это весь в игре. Ну, плюс, опять же, мы в том году-то уже участвовали. Нас уже знали. Мы знали примерно силу соперников. Кто, чего, как. То есть, чем больше опыт, тем больше ты уже психологически настраиваешься по-другому. То есть, одно дело, ты первый раз приехал и глаза вам бегают. А тут... Да, есть обратная сторона. Опыт – это возраст. Да. Ну, я вам скажу, что, например, Пенза, чемпион ПФО этого года, они заняли в итоге 13-е место. 13-е место чемпион ПФО занял. Вот, мне кажется, им этого самого опыта выступлением в суперфинале и не хватило. Вот, кстати, хотел спросить. Вот, смотрите. Чемпионат мира по футболу, который сейчас отгремел в России, да? Ну, вот та же самая игра там. Россия, Испания, казалось бы, уровень несопоставим. Если бы это был хоккей, счет был бы 15-0 в нашу пользу. Тут забили где-то шальной удачный гол, закрылись глухой обороной. Ну, враг, несмотря ни на кого, ничего не может сделать. Баскетбол – это другая игра? Или там тоже можно ворота, условно говоря, заколотить, законопатить на кольцо и не пустить соперника? Совершенно, конечно. Ну, нет, все-таки другая игра. И такого, чтобы играть от обороны, наверное, нет. Есть команды, у которых просто эта оборона крепче и надежнее, и взаимопонимание у людей лучше. Например, в сборной Греции всегда славилась своей обороной. Или американцы, наоборот, индивидуальное мастерство и, в общем, бешеный темп и так далее. Оборона, конечно, имеет основополагающее значение, но ты должен еще и забивать. Поэтому от обороны однозначно, как говорят в футболе, поставить автобус. Здесь просто не прокатить. Мы пытались, мы главное внимание... Фолов можешь набрать, лидеры сядут и все. Главное внимание мы уделяли обороне все-таки. Вот за тот короткий промежуток на сборах пытались договориться, как мы играем, как будем играть в защите. Ну и здесь, если в атаке у тебя ничего нет, то не выиграешь просто. Дмитрий, а БК там вообще какой стиль игры исповедует? Агрессивный, жесткий, осторожный? Ну, я бы сказал, агрессивный, это точно. Ну и вот все-таки в прошлом году у нас был один стиль. Больше мы играли на центровых. Я бы не сказал, что темп был высокий. Нет. Сейчас у нас более быстрая команда была. И вот мне кажется, этот самый сплав хороших игроков наверху, то есть центровых. И маленьких игроков, так называемых, скоростных. Да, нападающих, снайперов. Потому что без снайперов, конечно, делать нечего в атаке. Вот все это вместе, мне кажется, у нас получилось это связать. И рисунок у нас был, самый главный рисунок. Со второй игры уже мы поняли, что оно начинает получаться. И что радует, с каждой игрой мы свою игру улучшали. А БК Атом сам старается навязать темп игры или отвечать на действия соперника? Нет, нет. Вот вчера как раз, если вы слушали интервью Черчесова, он абсолютно правильно сказал. Под каждую команду нельзя играть всегда от себя. Надо разбирать соперника, как они играют, что они делают. Есть команды более медленные, с сильными центровыми. Или наоборот, где нет центровых. И они за счет темпа и физической подготовки играют. То есть нельзя закрывать на это глаза и нужно готовиться к каждому сопернику, конечно. А вот на суперфинале были ситуации, когда шла такая битва умов? То есть вы какое-то решение, как тренер принимаете, через пару-тройку минут видите, что тренер вражеской команды на него отвечает, замену производит, меняет расстановку игроков. Вот это как раз самая яркая, наверное, самая запоминающаяся игра. Это четвертьфинал. Мы вышли в восьмерку сильнейших. Мы были, конечно, этому рады. Особо надо поговорить про эту игру, поэтому сейчас тренеров расскажут. Если в 1-8 мы понимали, что против Вологды, мы понимали, что мы выиграем. Ребят нужно было настроить, потому что они понимали, что соперник слабее. Мы выиграли, и вот когда мы вышли в четвертьфинал на хозяев турнира, на генерального спонсора этого турнира, команду Инанома, город Москва, вот тут уже никого не нужно было настраивать. Все понимали, с кем мы завтра играем и что стоит на кону, потому что победители выходят уже в полуфинал, это борьба за медаль. Инанома в прошлом году – это серебряный призер. Суперфинал. Вот эта игра, действительно, ее я буду пересматривать обязательно. У них там очень сильный тренер, поигравший. И вот эта команда исповедует сумасшедший темп в игре. У них есть, да, один центровой, но не всегда они его используют. То есть иногда выходит пятерка, которая великолепно готова физически, просто прекрасно играет в обороне, не дают дышать фактически. Играют дома. Играют дома. И эта команда, во-первых, сыгранная и моложе всех, наверное, команд на турнире, который, собственно, стал чемпионом. У нас сумасшедшая борьба была в этой игре. Мы вели 5-6 очков, проиграли. В общем, как говорят в баскетбольном языке, качели были. Ребят сыграли, я скажу, здорово. В концовке все-таки мы проиграли. Да, все расстроились, что не вышли в полуфинал. Но команда строится именно после таких игр. И дух ее проверяется, и сплоченность. Я считаю, нам немножко свежести не хватило в концовке игры. Вот так вот, наверное. Потому что за 2-3 минуты на табло был равный счет. И немножко нам не хватило свежести в концовке. Ну, о чем вы говорили? Команда молодая, энергичная, на бешеных скоростях. Им просто вот этого запала, видимо, хватило, чтобы в концовке на последних 2-х минутах, когда все решается. Безусловно. У них еще и 12 человек. Человек 10-11. Они практически одинаковые. То есть нет такого первого состава или второго состава. Они постоянно меняются. И благодаря этому высочащий темп игры поддерживается на протяжении всего матча. Ну, я бы хотел немножко добавить. Да, вот немножко смазала нам вот эту игру. Не любим мы про это говорить, конечно. Не любим. Не хотелось бы. Но уж, наверное, надо сказать. Это объективно. Да. То есть понятно, что мы привыкли, что домашнее судейство есть домашнее судейство. Ну, это так должно быть. Так оно, в общем-то, всегда и было. Но в данной игре, и это отметили в результате и игроки команды «Инанома», которые потом к нам после игры подходили, что да, нам судей реально помогали. Болельщики все видели там и в соцсетях. Потом. И комиссар этого матча этих судей в дальнейшем не допустил к играм. Поэтому объективно, надо сказать, что, конечно же, им помогали. Ну, так довольно-таки серьезно. Ну, это, опять же, команду закаляет, потому что уложились ребята реально ко сми. Они понимали, что их тянут. Да, там, дали, если там нам сколько, два или три технических скамейки, дали, там, шесть фолов в атаке. А вот как это выглядело? То есть игра начинается, все нормально. Дальше вы завоевываете перевес. Ну, по-моему, со второй четверти уже это было заметно. В общем, когда счет по фолам в нападении в игре 4-0, и командные фолы в конце четверти, там, у одной команды, хотя идет равная борьба, у одной команды их там уже 6-7, а у другой 1-2. Мне кажется, это о чем-то говорится. Ну, то есть, в принципе, большинство спорных моментов свистелось, наверное, в ту сторону. А по спортивной этике, вот вы как тренер, можете подойти к судье и спросить, ты что творишь? Ну, собственно, это ни на что не повлияло. Общались? Общались, пытались общаться. Ну, не знаю, как бы это их решение, что вот так вот должно быть. Ну, объективно же надо тоже смотреть на вещи. Команда, которая заняла второе место в том году, играя у себя дома. Являясь генеральным способом на турнире. Они не должны вылетать в четвертьфинали. Это политика была, скорее всего. Ну, с другой стороны, как мой папа говорил, когда играли СССР Канады, вот если ты выше на голову, ты все равно победишь. Значит, надо к этому стремиться. Поэтому на судейство кивать, конечно, мы не будем. Просто, как бы для информации мы сказали, у себя в душе переварили. Ребята расстроились ужасно, потому что бились и не понимали, за что вот это все происходит. Естественно, вечером я прошелся по комнатам, немножко мы там переговаривали, как-то немножко впокаивались. Вот, конечно, уже все поняли, что, ну, что там, все выложились и морально, и эмоционально, и тяжело настроиться на дальнейшие игры. Все уже вкус медалей почувствовали, а тут бам. Вот, и уже играем за пятое, восьмое место. И мы понимали, что если Инанома мы пройдем, и у нас в полуфинале есть хороший шанс. Вот это было. В полуфинале вы бы на кого вышли? На прошлогоднего чемпиона Таурус Санкт-Петербург. Но у них послабее в этом году состав, они заняли в этом году четвертое место, и их можно было бы выигрывать, это точно. Опять же, Инаном, как повторимся, стал чемпионом в результате. В полуфинале они выиграли у Тауруса в районе 10 очков, и в финале обыграли у Фу тоже очков 8. То есть мы проиграли 6. То есть, ну, это игра цифра, но опять же, то есть по силам мы могли дойти до полуфинала, а там уже как карта ляжет, там все команды сильные, там приоритеты кому-то отдавать было сложно. Все складывается, баскетбол такая игра, все складывается. Да, в этом году, мне кажется, из нюансов. Финальная четверка, все команды практически равны были, да? Да, да, да. То есть реально до конца было непонятно, кто возьмет веро, и в финале там за последние три минуты было еще, опять же, неясно. Вот, опять же, и на новом за счет своей физухи, за счет вот именно сыгранности состава где-то, наверное, переборол. Они 12 очков проиграли в начале четвертой четверти, потом догнали и обыграли Витязь из Уфы. Да, сломили их тоже, вот, своей физической подготовкой, сумасшедшим темпом. Плюс у них вся команда, вот, практически все снайперы, все могут попасть. То есть трудно кого-то одного, двух, троих закрыть. В общем-то, попадают все практически. То есть это команда, где каждый может бросить ночь? Да. И с высокой долей вероятности попадет? В этом вот их преимущество. А есть команды, которые специализируются на трехочковых? Так аккуратнее. Ну, это и на новом и есть, наверное. Вот, темп, трехочковые. Быстрая игра в атаке, через передачи, вывод игрока свободного. Причем плюс какой? Ты не знаешь, кого в конце концов в результате выйдет. Надо за всеми смотреть. Разбирая команды, опять же, вот, ты сказал, все равно там в одной, в другой команде есть там два, там, три максимума, именно таких снайперов, которых четко надо закрывать. Здесь на них, ну, каждый мог заметить, дальний, средний, проход. То есть тяжело в защите такой команды играть, тяжело. И плюс они не дают начинать атаку, они начинают душить сразу с чужой половины. Защитников, разыгрывающих игроков, сразу начинают плотно с ними играть. То есть даже в центр перебежать уже. Да, тем самым они затрудняют делать начало атаки. И время уходит на атаку. Естественно, и атака получается часто скомканная, невразумительная. А вы как-то готовились, смотрели их игры, понимаете? Конечно, вас ждет, но надо что-то этому противопоставить. Да, вот, организация очень хорошая. Есть видео всех абсолютных игр и мужского, и женского турнира. Я смотрел две или три даже их игры в предыдущий вечер. Ну, вот, анализировали. В принципе, я считаю, что вот мы сыграли с ананомо хорошо. И правильно сыграли в защите. Мы неплохо сыграли в нападении. Нам не хватило свежести. Свежести, да, не хватило в концовке. Но претензий к ребятам абсолютно точно нет. После такой игры вот лучшие две игры, я считаю, мы сыграли на турнире. Это как раз с ананомо и вот с новосибирским новотеком. Две лучшие игры наши, наверное. Вы какие-то уроки вынесли вот из этого участия, из игры, из места? Безусловно. Вот, я уже не раз, наверное, анализировал эту игру, особенно с ананомо, с другими командами. Ну, эту пищу, безусловно, даст на будущее. Немножко можно изменить модель игры в защите. Мы над этим поработаем, поговорим, посоветуемся. Вот, ну и опыт, безусловно, приобретенный опыт, это здорово. Опыт, который нужно еще раз добавлять силами и энергичностью. Команда, когда мы говорим, возрастная, давайте все-таки вот, смотрите, поговорим о чем. Вы, по сути, уперлись в потолок любительского баскетбола, да? То есть вот это был самый топ. Вот берем все 2000 любительских команд, вот топ-16 играли там. То есть, по сути, вы вошли в их число. Что дальше, во что это как-то превращать? Как это все менять, чтобы в следующем году не было такого, что, допустим, мы не будем загадывать, мы вообще не попали. Это будет для ребят очень обидно, почувствовав вкус вот игры такого уровня. Ну, смотрите, в прошлом году мы заняли второе место на ПФО, в этом году третье. В прошлом году мы попали на суперфинал и были очень рады этому. В этом году мы уже почувствовали, что и в суперфинале мы были в восьмерке. И даже мы, на самом деле, недалеко были от медалей. Все это понимали прекрасно. И поэтому, я думаю, на следующий год мы с утроенной энергией, мне кажется, подойдем к весенней части чемпионата. Мы как бы не говорим об этом, как вот великий игрок, хоккеист, Эмус Селянин говорил. Нельзя говорить, мы собираемся выиграть чемпионат. Надо говорить, мы хотим выиграть. И вот я уверен, Алексей со мной согласен. В следующем году мы хотим, мы будем мечтать выиграть ПФО и поехать уже на суперфинал, может быть, даже замахнувшись на медали. Кстати, забыл спросить, в 17-м вы тоже участвовали в суперфинале, да? Какое место? 14-е. Ну, вот мы туда попали, и это уже было, по сути... Это уже был великолепный результат. Но теперь мы уже, думаю, на нас. И первая игра у нас там была как раз с чемпионом, с Таурусом Фениксом. Мы вели всю игру, в концовке проиграли 5 очков. И об этом организаторы вспомнили, когда вот в этом году, они же все равно комментировали комментарии в соцсетях, и они, когда вот мы шли там по турнирной сетке, об этом вспомнили. Вот надо отдать им должное, молодцы, они за статистикой следят. И когда это прозвучало, было приятно, что вот Атам Саров приехал, попал опять в ТОП-16, и в том году чуть не наделал сенсации, чуть не обыграв будущих чемпионов. То есть, в этом плане, как бы, они молодцы, и ребятам это немножко, как бы, может быть, дало немножко, что мы можем все-таки биться с такими командами. Алексей, вот Дмитрий нам рассказал, за меня есть перебил, какие он выводы сделал из игры, да, как тренер. Так, скажите, а что вы намерены, как руководитель клуба, предпринимать по организационной части, чтобы не избавлять оборотов и не оставлять развитие баскетбола в Сарове на том же уровне, на котором оно есть сейчас? Ну, давайте сначала по порядку, что касается именно основной команды. Нам на протяжении сезона, надо все-таки сказать об этом честно, немножко не хватило спарринга партнеров именно вот хорошего уровня команды. Об этом мы разговаривали с генеральным директором. Вроде бы хотят сделать первую лигу Приложского федерального округа, чтобы участвовали команды там, ну, опять же, там утрировано Казань, Саратов и так далее. То есть, на протяжении сезона они между собой играли. Это и организаторам интересно, это интересно и нам. Но, вот сейчас, как эта работа будет проведена, мы об этом пока не знаем. Пока мы заявились опять на чемпионат Нижнего Новгорода и на чемпионат области, потому что, ну, это базовые наши турниры, без них мы тоже никак. Потому что это и домашние игры, и обкатывать игроков надо. Вот. Поэтому одна из причин и в плане прогресса команды, это, конечно, хороший спарринг-партнеры. Либо это еще какие-то турниры, которые можно пробовать, пробовать, опять же, устраивать, либо самим ездить, либо пробовать привозить Саров. Но это не так просто. Это что касается основной команды. Что касается подпитки ее, конечно, сложности есть. Они на протяжении уже многих лет. То есть, в плане этого надо, конечно, работать. Ну, не будем пока говорить, какие шаги предпринимать. Но не хватает, в общем-то, молодежи, которая могла бы потихонечку вливаться. Много причин, которые влияют на все это. Это довольно сложные вопросы. Их, конечно, в идеале надо решать. Но это всем вместе. Скажем, и нам, и администрации, и ВНИФу. Как-то всем надо вот над этим подумать. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с директором баскетбольного клуба Атом Алексеем Ковтуным и главным тренером Дмитрием Покровским. Алексей, Дмитрий, большое спасибо, что пришли. Удачи вам, вашим ребятам. Надеюсь, вы не остановитесь на достигнутом. Редактор субтитров А.Семкин